Микс Ньюс Добро пожаловаться Я хотела спросить Вы слышите меня? Да, да, Владимир, у меня такой вопрос Я хотела задать вам вот один вопрос Здравствуйте, я по такому поводу Каждый понедельник По сути вашего вопроса первое Пожалуйста, да, ответьте на вопрос Почему такой закон принес? Это уже не соблюдение строительных нормативов В 10 утра Господин Сидорко, не могли бы вы Разъяснить проблему проверки счетчиков Здравствуйте, вот вопрос такой У нас два подвала идут параллельно, да? И два входа в них А как? Вы не могли бы нам посоветовать Я могу очень коротко сказать, что На коммунальные вопросы Очень сложные вопросы Это вопрос, наверное, не домоуправления И даже не жильцов Я понял вопрос В законе написано очень четко Председатель правления центра собственников квартир Сергей Сидорко На вопрос у меня был господин Сидорко Я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги пристали У меня к вам вопрос А к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе «Добро пожаловаться» Вот таков наш закон Доброе утро Здравствуйте, дорогие слушатели Начинается программа «Добро пожаловаться» Олег Пеков в студии Естественно, председатель правления Товарищества центр консультации Собственников квартиры Председатель кооператива БАК-2 Сергей Сидорко Доброе утро Доброе утро Евгений Копеин нам помогает За звукорежиссерским пультом Ну и, конечно, ваши вопросы Мы будем отвечать на все вопросы Которые вы можете задавать Как по телефону 67-212-93-9 67-213-93-9 Так и на номер ватсапа 2-3-0-6-1-9-1 Пишите обязательно вопросы Или звоните Все, что касается коммунального хозяйства И у нас уже есть первый звонящий Здравствуйте, доброе утро Доброе утро Я на познающих прошлого эфира Хочу поблагодарить господина Который четко на весь На всю адресу сказал Никто и ничем вам не поможет И мы очень тронуты Мы это записали И будем теперь произносить Как отче наш Мы это знали Но его смелость нас поразила Мы знаем, что у нас беззаконие Чиновники друг другу Как говорится, руку моют Вот только что вы говорили о ковиде Ведь смерть идет по земле Это не ховец, это смерть Даже природа взбундовалась против человека Насколько поганый человек Слово хочу, помогу Захочу, не помогу Господи, я прожила жизнь И я знаю, за все придется платить Рано или поздно Вы знаете, у кузаков есть такая поговорка Даже навозная муха, сидя на попе лошади Думает, что она встанет Всего хорошего вам Да, ну такой это скорее Такой эмоциональный комментарий Я понимаю, что в прошлый раз Ну такая была не очень Но лестный комментарий Что действительно Ну обращаться некуда Насколько мне помнится И через линию ватсапа Тоже шли вопросы о том Что почему ты не говоришь о том Что как помочь А только о том, что помощи нет Ну давайте еще раз оговоримся о том Что единственная помощь, которой можно оказать Это знание В Латвии не предусмотрено института Который бы рассматривал конфликтные ситуации Между собственником квартир И управляющей компанией Как и нет у других институтов Которые бы контролировали работу Управляющих компаний Это не беззаконие Это предусмотрено законом Потому что законодатель Со своей точки зрения Ну логично предполагает Что он дал возможность Собственникам квартир выбирать Между управляющими компаниями И дальше уже вопрос выбора Он является вопросом Ну скажем Компетенции собственников квартир Поэтому единственное Что мы можем здесь сказать Мы можем пытаться описать ситуацию И сказать Как Даже вот в ответ уважаемой даме Ну жалуетесь вы на дворника Уже неоднократно Но смените вы управляющую компанию Заодно и смените дворника Потом следующий вопрос Заключается в том Что не обязательно Менять управляющую компанию Достаточно поменять Правовые отношения С управляющей компанией Об этом мы и говорим Потому что на самом деле Сегодня масса людей Особенно в городе Риге И вообще Насколько я понимаю Врезок Ситуация аналогичная Люди находятся под условием Принудительного управления И поэтому Жаловаться на то Что меня вот Плохо обслуживают Но обслуживают так Как обслушивают К сожалению Вы воздействовать не можете Сказать Что есть какой-то институции Как было в советское время Можно было пойти там В райисполком В райком партии Можно было пойти В райком профсоюза Можно было в госпортконтроль пойти Там еще было масса институтов Нам нету этих институтов Да они наверное и не нужны В данном случае Вопрос переносится В плоскость договорных Взаимоотношений У нас еще один звонок А между тем Вот Айвар Гонтарев У нас появился тоже в студии Добрый день Здравствуйте Доброе утро Доброе Вы знаете Я вот хотела Рассказать В тот понедельник К нам проезжал Сервис Рига Они проводили Какие-то работы На чердаке И забыли Подключить Косяки Стояки И у нас Два дня Не было вообще Никакого отопления Когда я позвонила Они через сутки Приехали Подключили Но оказалось После Их вот этого Подключения На кухне Батарея работает А в комнате Холодная И вот я Со среды Звоню каждый день Два раза в сутки Мне все время говорят Заявку сделали Заявку сделали Но они Но они же Приехали Спортили Люди Мерзнут Теперь Больше Уже недели Вот уже больше Сегодня ровно неделя Как мы С холодными батареями И вот мы не знаем Что делать В домоуправление Я звонила Тоже делали Заявки И все получается Что никто Никак не реагирует Они же должны были В первую очередь Приехать Посмотреть Что же они там Напортачили Если работали Батареи Хорошо А они вот Навредили Как вредители В четверг Они проезжали Мимо нашего дома Это Бриви Базгатва 399 Сворачивали На Марковне И даже не соизволили Подъехать И посмотреть Звоню В их сервис Хотя туда с трудом Дозвониться Только и говорят Мы заявку сделали Бригадиру сообщили И в основном И там Ну вот Посоветуйте Что же делать Уже просто Крик души Тут живет Старый человек 92 года Больная Замерзает И все Безрезультатно Такое Безразличие Спасибо Я еще понимаю Если бы У нас что-то Вот было бы И мы бы попросили Что-то исправить И вот такая задержка Но они же Как вредители Навредили Вот пускай Или Сидорка Или этот Гунт Бывший Гунт 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 Какие же наши действия При таком Действительно Безразличие А какой у вас адрес Бригадирам На все наплевать Какой адрес Подвините пожалуйста Еще раз адрес Назовите пожалуйста Назовите пожалуйста Уже человек Отключился 399 Если я правильно слышал По-моему Да Ситуация Про конкретный адрес Я адрес Вспомнил Своей стороны С чем могу Тем помогу Не афиширует Эти системы И с точки зрения Дома управления И с точки зрения Обслуживающей Коопмани Они настолько большие Такой Хороший порядок Идеальный порядок Идеальный порядок Не будет никогда Который Который Я помню Ряды передвигается Вы сразу Говорите Слушайте Ребята Дома управления И потом Лифт не работает Вы просто как Собственники Собираете Уделяете Правом Некоторых Из вас Выбираете Уже Конкретную Компанию Конкретного Исполнителя Под конкретные Цифры Для каких-то Работ И просто Указываете Вот мы выбрали Вот наше решение Вот конкретный Отбор Поставщиков Будьте добры Вот авансовый счет Все Я бы сказал Сразу Не будем задавать Друг другу Вопрос За чей счет Однозначно Все что делается Понятно Делается за счет Жителей Но будет ли это Будет ли это Из накопительного фонда Или нужно сбрасываться Конечно Если накопительного фонда Не хватает Значит надо будет Искать деньги Относительно Вот этой ситуации Которую я писал Уважательная Мэл Радиослушательница Я хочу сказать Это вот Начинается вопрос Компромисса Цены И качества услуги То есть Чем более Промышленная услуга Тем более вероятно Что такого рода Сбои будут Потому что Ну даже тот факт Что машина Ехала мимо Но если машина Которая едет мимо Будет останавливаться Только там Где она едет мимо То она никогда Не доедет до точки Куда ее послали Ну скажем так Поэтому на самом деле Здесь Это вот Техническое обслуживание Оно должно На мой взгляд Состоять из двух компонентов Первая Это промышленная услуга Там где можно Оперативно Бригады едут Делать определенные работы Стандартные И уезжает И должен быть человек Который присматривает За домом Потому что Та проблема О которой сказала Радиослушность Это мелочевка Это воздух Скорее всего В системе воздухе Просто нужно приехать Ну и повоздушить Чуть-чуть систему А на самом деле Получается так Что отсутствие персонала На месте А только Разъездную персонал Вот он приводит К таким вот Неприемностям Ну про обрывы Быстроиста 99 Если я правильно Помню адрес Я только что Сделал запрос При вас Так что я думаю Что люди Откликнутся И ведут в порядок Алло Да у нас Следующий звонок Здравствуйте пожалуйста Здравствуйте Ну вот у нас тоже Лифт Месяц не работает Говорят Что Двигатель сгорел Электродвигатель Лифта Вот люди ходят Сердечники На 9 этаж Извините У вас старший Старший по дому У вас есть? Ну есть Есть старший по дому Очень хорошо Тогда Ну для вас же То же самое Вы можете В принципе Выбирать Своего И исполнителя И потом уже Указывать ЛМП Ну понятно Ну во первых Этот человек Должен быть инициативный Очень старший по дому Он не должен работать Вот И технически грамотный Он должен С фирмами Это на инициативу Это вот Должен быть Очень инициативный Человек Понимаете Тогда что-то И потом Предложить Рига Нам упоруднись Вот его А они вообще Не чешутся Как говорится Давайте По вашему Конкретному Лифту Сделаем так Запишите еще раз Мой номер 29757663 После эфира Просто мне позвоните Скажите Адрес Своего Дома Чем смогу Тем помогу Чтобы у вас Смертвые точки Я по лифтам Своевременные Замены Замены Размашивающиеся И привезут Ну значит Здесь вы под риском На самом деле Здесь все Достаточно просто Нужно просто Жестко выполнять Условия Эксплуатации Лифтов И своевременного Технического Обслуживания Продолжаем Принимать звонки Здравствуйте Доброе утро Добрый день А можно ли Пригласить Роланда Неймани Это нынешний Председатель РНП А то потому что Пока Они там сидят На своих местах Ничего не слышат И не видят Как только сняли Очень здраво Очень понятливо И помогают Нельзя пригласить Нынешнего Я ему такое расскажу Что Я посмотрю На его реакцию Как его Работники Относятся К клиентам Хорошо Мы обязательно Постараемся Спасибо Еще сразу Один звонок Примем Доброе утро Доброе утро Это Сбриви Бас 399 Квартира 15 15-ая квартира Понял Да Может быть Меня немножко Не так поняли У нас работали Батареи прекрасно А после того Понедельника Они перестали греть Вот в чем проблема Который понедельник Прошлый Они не реагируют Прошлый Понедельник Это было Да В тот Понедельник Было Да Понял Я принял Заяв Спасибо большое Так что Видите Сразу И Может быть Решатся Ваши проблемы Еще один Звонок Здравствуйте Доброе утро Доброе утро Да Пожалуйста Говорите Московская 266 Корпус 2 У меня Такой вопрос У нас Утеплили Значит Дом Со стороны Московской А со стороны Дауговы Ну Вторая половина Дома Все Весь утеплитель Украли Мне бы Хотелось Знать Куда Кому это На какую Дачу Вытащили Весь утеплитель Уже Год Стоит Одна Половина Утепленная А со стороны Улицы Со стороны Дауговы Не утепленная Скажите Пожалуйста Кто это Украл И почему Не сделано До конца Или потому Что На улице Хорошо Там видно Что А вот Сделали Реанимацию Сделали А То что Со стороны Дауговы Там Никто Не ходит Скажите Пожалуйста Ваш дом Попал Под Программу Реновации Я не знаю Он попал Или нет Утепляли Со всех сторон Или столько Старцов Со стороны Дауговы Старцов А со стороны Дауговы Ну Наш дом Идет Дальше У нас Четыре Подъезда А вот Со стороны Дауговы Стоит Второй год Пустой Очень бы Хотелось Знать Кто Это Украл И Кому Это На Какую Дачу Это Все Ушло Да Ну Вот Я понимаю Что Сложная Ситуация Если Нет Информации Да Я Спрашивать Управляющей Компании Ну Нужно Звонить В Управляющую Компанию Спросить Задать Конкретный Вопрос Планировалось Утеплять С одной Стороны Или Весь Дом В любом Случа Любой Утеплительной Работы Это Должно Было Быть Развещение Бу Валды Так что Это Строительная Инспекция Отважено И Отважено Также Объем Работ Который Планировалось Выполнить Так сказать Сходу Невозможно Доброе утро Здравствуйте Доброе утро Знездо 37 Вот После Порядка Вывоза Мусора Которое Было Год Или Больше Назад Сильно Ухудшилась Ситуация Раньше Контейнеры Выкатывали Там Он Постоял 15 минут Подъезжала Машина Забирала И Закатывал Дворник Обратно Сейчас Контейнеры Стоят Часами Там Вороны Щайки И так далее Разносят По всей территории Бывает Что Гора Мусора Перед Подъездом Скапливается Разбросанного Почему Это Произошло И Что с этим Можно Сделать Второй вопрос Это Постоянно Плохой Запах В подъездах Насколько Мне Известно По регламенту Уборщица Должна Уборщица Мыть Один раз И Пару раз Подметать Вот Этого Явно Не хватает Что с этим Можно Сделать И почему Эти вопросы Не регламентированы Надо делать Централизован В порядке Чтобы Все жильцы Каждого Дома Не бились За эту Частоту Просто Определить Порядок Уборки Повъездов Такой Чтобы Этого Было Достаточно Спасибо Спасибо Неизвестно Но Господа Решили Что так Будет Хорошо Для всех Второй Второй Момент Нет Со сменой Вывозащей Компании Пока Не устоялся График Вывоза Потому Что Там На самом Деле Когда Все Уже Устаканивается Предыдущая Компания Когда Была По порциям Они ехали Строго По расписанию Ехали Строго В определенное Время И Фактически Можно Было Предугадать Сейчас График Тот Который До нас Доводит Это С С С С Утра До Десяти Вечера Машина Может Прийти Плавать То есть Когда Мы Сможем Тогда Мы Приедем И Кстати По правилам Мореческой Думы Если Не Смогли Приехать То Тоже Ничего Страшного То есть Когда Начинается Перегруз Контейнера Ну Ничего Страшного Мы Не Виноваты У нас Такие Обстоятельства А Если Приехали Вечером А На Следующий День Приехали Утром И Контейнер Не Заполнился Мы Не Виноваты Мы Забрали То Что Было И Посчитали Губ И Уехали Это Там Очень Много Веселых Вещей Связанных С Мусором Но Мы Об этом Говорили Там Скорее Всего Не Это Надо Обсуждать А Нужна Новая Концепция Как И Что Организовывать Особенно Конечно Сейчас Волнует Это Вопрос Мусоропроводов Что Будут Делать Пожилые Люди Люди С Ограниченными Возможностями И В условиях Неработы Особенно Лифтов Когда Старики И так Заперты Будут В своих Квартирах Да Плюс Еще Будут Зашиваться В горах Мусора Это Вопрос Насчет Мытья Подъездов Но Все Зависит От Того Какой у вас Договор И Как у вас Установлена Периодичность Я сталкивался Сейчас Появляются Такие Договоры Где Вообще Практически Ну Можно Сказать Что Мытье Подъездов И не Предусматривается И пишется Там В договоре Что Ну Такой График Установили Сами Собственники Ну Дешево Сразу Скажу Что Дешево На самом Деле Подъезды Должны Один Раз В год Мыться Достаточно Капитально Я бы Сказал Так Ну Не Назвал Это Совсем Уж Генеральной Уборкой Но Хорошо Мыться Стеновые Панели Лестницы И все Прочее С дезинфицирующими Другими Моющими Средствами Чтобы Все Так То Накопившийся Мусор Который Есть Его Грязь Которая Прилипла Ее Нужно Смыть Это Раз Второе Просто Напросто Надо Регулировать Если У вас Подъезде Есть Запах Неприятный И Есть Мусоропроводы Надо Просто Поискать Источник Запаха Часто Источником Запаха Бывает Неприятного Поврежденная Крышка На мусоропроводе Очень Часто То есть Нужно Пройтись Посмотреть Кому-то Пройтись Посмотреть Чтобы Все Как положено Герметично Закрывалось Это Первое Второе Нужно Посмотреть Нет ли Где-то Чего-то Что Когда-то Пролили И там Вот Это Создает Такой То есть Нужно Искать Источник Запаха С одной Стороны С другой Стороны Нужно Просто-напросто Если вас Не устраивает Режим Мойки Уборки Подъезда Требовать Увеличение Количества Влажных Уборок Или мытья Но это Соответственно Будет Вызывать Реакции Со стороны Управляющей Компании Что это Будет Стоить Дороже Ну Понятно Следующий Звонок Здравствуйте Да Добрый Зинь Тут Зинь 7 29 Это Короче Болгарай Нас Поменяли Поменяли Места Контейнеры Для мусора Начинается Были 4 Контейнера Для бытового Мусора И были Для Пластик Бумаги Стекла Сейчас Поставили На другое Место И остался Один Контейнер Ботовая Техника Бытового Мусора Вопрос Куда Выбрасывали Отходы Сатирирован Бумага Пластик Стекло И этот вопрос Уже месяца Два Не решались Что делать Куда Обращаться Они Звонили В дом Управление Там Сказали Мы все Знаем И на этом Вопрос Закончился Что делать Куда Звонить Еще Трудно Сказать Кто-то Принимал Обещение Убрать Контейнеры У него Наверное Все аргументы Здесь По радио Ты не Ответишь А почему И кто Единственное Что Обращаться В управляющую Компанию Чтобы Определили Точку Потому Что иногда Перемещают Эти мусоры Но пытаются Именно Для сортированного Мусора В контейнерные площадки Объединить Для нескольких домов Поскольку Вывоз бесплатный Поэтому Не важно Кто туда кидает Но в данном случае Трудно Отсюда сказать Еще один звонок Доброе утро Здравствуйте Доброе утро В многоквартирном доме Находится Два пешеходных тротуара С фасада И со двора И еще Напротив дома Находится Тротуар Общественного Пользования Он находится на балансе Нашего дома Ничего не сделать Если это находится На вашей территории То вы должны За ними ухаживать Есть еще Одна дополнительная Радость Для собственников Квартир Что если За пределами Вашего земельного Участка И до проезжей части Находится Еще какой-то Участок земли То этот участок земли Считается Как это Публичного Пользования Да И он Этот участок земли Принадлежит Реческой доме И он является Публичного пользования То вы должны На добровольных Началах Вернее На основании Правил Реческой домы Тоже ухаживать За этим участком Чистить Чистить там Снег и так далее Вопросу не принимается Единственное Что если Площадь такого Участка Является Сопоставим С 50% В площади Вашего земельного Участка В этом случае Согласно решению Конституционного суда Вы можете Обращаться В Реческую думу С тем Чтобы она Принимала Какое-то Участие В обслуживании Этого участка Какое Никто не сказал Но она должна В этом случае Если 50% И больше То она должна Принимать Участие Я думаю Может быть Сергей Мы можем Подсказать Чтобы радиослушатели Слушатели По этому вопросу Могли бы Обращаться Сейчас к новым составам Потому что Это чисто Выдумка Риг Мы же не слышали Что в Палатовой Были какие-то Такие условия Которые бы Заставляли Жильцов За свои деньги Еще и Убирать Какие-то Участки Которые Принежат Город Как-то странно Все это И чтобы Пересмотрели И Может быть Отменили их И Сам город Будь занялся Уходом За своей территорией То что им нужно И делать Наверное Или оплачивал Или оплачивал Этих Потому что Получается Я согласен Сайвером Нелогично У меня есть Несколько домов Они идут Доль улицы Там приличные Участки земли Которые выходят За территорию Этих домов Но они прилегают К дороге Все Убирай Молча Тихо Убирай В свое время Сколько раз Не задавались За это Был ответственный Господин Америкс Который На своем часе Но он Говорит Я считаю Это справедливо Люди же пользуются По-моему До человека Так и не дошло Что пользуются Это все А платит Конкретный человек То есть Непонятно Тогда Подойти к дому Где живет Господин Америкс И сказать Что ты Отсель До сель Убирай Мы ходить Здесь будем Ну Такая практика Есть Она не совсем Справедливая Но Конституционный суд Сказал Что такое возможно Только Самоуправление Должно принимать Участие А каким образом Действительно Можно изменить Это То есть Это Никаким Нет Ну было принято Решение Режской думы Но это же решение Опять таки Его Его Режская Дума Может и отменить Да И это было бы Правильно Его бы отменить Потому что Ну Это несправедливо Как минимум Ну знаете Режская дума Принимает Очень интересное Решение Космос Водоканала Есть Обязательные условия По водоснабжению В городе Риге Которое приняло Режская дума Так вот Водоканал Не имеет Вообще Ни одной трубы Которая шла бы К дому У них нет Этих труб То есть Водоканал Это такая Организация Режский водоканал Который качает Воду Делает это успешно И Подводит ее Где-то К каким-то Три квартала Это не его И это Правила Режской думы И Водоканал Когда говорят Что Ребята Ваша транзитная труба То есть Труба Благодаря которой Вы получаете Свои деньги И делаете бизнес В плохом состоянии Говорят Нет По правилам Режской думы Это вы должны нам сделать То есть Они по воздуху Воды доставляют И правила Режской думы Пробить Никаким образом Невозможно То есть Люди Либо не понимают Либо сознательно Загоняют Вопрос в тупик И Сегодня Это колоссальная проблема Если С Рига Силтумсом Все четко и понятно Что Мы получаем тепло На выходе Из счетчика В доме То есть Все что до дома Это не моя зона То что После счетчика Все мое С водоканалом Получается так То ли с границей Земельного участка То ли с фундамента А что делать Если граница Земля Земля частная То есть Вот смешанная собственность Кто там должен отвечать Вроде как Получается так Мы поставили С границы Земельного участка Но должен пользователь Делать А не хозяин земли И очень там Полная каша Сделала Новическое дом Спокойно сидит И таких правил Достаточно много То есть Если потери воды Если какие-то Аварии на участке Вот которые Находятся на До дома Скажем так С красных линий До Вводи в дом Потому что Бывает что Труба проходит Через 2-3 дома Которые доходят До вас И мы с вами Видели так Не раз Что спускались В подвал И все эти Транзитные Трупы Сколько Они ничьи Как бы дом Который Вот наш дом Вот наш подвал Эта труба Не под нашим Подвалом Эта труба Проходит сквозь Двух Соседей Но она доставляет Трубу Только нам Соседи Ее не Ремонтируют Потому что Это не их труба Зачем она Мы про это Вообще Как владельцы Конкретного дома Мы не знаем Что наша труба Которая находится Вот там Который сказал Что наша труба Рига Суден Сказал Что мы не знаем В каком у нас состоянии Вдруг у дома Пропадает вода Конкретный случай Был В Пурцемсе Когда приезжаем Тоже С эскаваторами Ночью Со всеми Возможными силами Кажется Вот как раз Эта ситуация Транзитные трубы И просто Жители Наконец-то Встретились Между собой Соседи Показали Эту трубу Какая она Она просто Как уже Металл Как бумага Понимаете Все там Ну ничего не делалось Сколько А почему Сколько лет Не делалось Потому что Бардак Потому что Никто не обозначил Что Эта труба В принципе Она необходима Для доставки Какой-то Услуги В этом Как в этом случае Это вода Ну тогда Раз она входит В эту общую систему Но тогда Она должна быть Включена В ответственность Регасуденс Так же Как Внутриквартальные Все Тоже трубы Которые Весь квартал Они тоже Сейчас считаются Ничьи И Поскольку Мы тоже знаем Что их Срок эксплуатации Уже Скорее всего Уже Стек В большинстве Случа Там тоже Жди Беды Да И тогда Тоже Будет непонятно Что Почему Пропала Вода У целого Квартала Регасуден Скажет Это у нас Знаете Наша Ответственность Или внутриквартальные Дороги В свое время Были в собственности Самоуправления Так ведь Никому Они эту собственность Не передали Их просто бросили И сказали А ну вот земля Простите Когда говорят Что ну вот На чужой земле Мы не можем делать Тогда получается Так Если рядом Стоит дом Который еще Под РНП То там делать Мы можем На основании Чего непонятно Хотя дом Ну все Уже принадлежит Давно другим людям Если Это дом Кооперативный То мы делать Не можем Потому что Вот этот кооператив А если частник Если земля Принадлежит Частнику Вот опять Совместной собственности Его заставить Не могут Я говорю Что я не устану Повторять У меня сейчас Мне очень До смеха Лежит куча Мусора На земле Которая Принадлежит Рига Пилс За МСДН Есть такая фирма Господин Шлитки Там Один из выгодополучателей Вот лежит Второй год Лежит куча Второй год Я получаю Каждый третий месяц Административный Протокол На себя Что там Лежит куча Мусора Второй год Я им пишу Ребята Там есть Хозяин И тишина Как только Выясняется Что есть Хозяин Пропадает И районная Исполнительная Дирекция И административная Инспекция Веческой Думы Все сразу Исчезают То есть К хозяину земли Это святое Ему Предъявлять Претензии Нельзя Нельзя Несмотря на то Чья собственность Сейчас земля Под домом Около домом Это отдано Вот каким-то баронам Там Или же Жители Приватизировали Нигде Ни в одной Документе Ни в земельной Книге Которые у вас Есть Как у Квартира Владельца Ни у тех Земельных Книг Которые Вот С землями Под домами Принежат Там не сказано Что подъездные Дороги Это их Владение Там вообще Не сказано Про их Ничего И здесь Как бы Все пошли От того Что от Общего Принципа Кому Принежит Земля Тому и Принежит Все Что находится На земле Если Нет За запятой Если нет Других документов Которые Доказывают Что-то другое И в этом случае У нас есть Самоправление Документ Который подтверждает Эти дороги Строили Самоправление Что это значит Почему так Сдалека я начал Это значит Тоже Одним решением Их признать Что это Во владении Самоправления И самоправление Тогда концептуально По кварталам Может все это Восстанавливать И без разницы Это чья Собственность Земля Это строение Конкретно Дорога Тротуар Это владение Это Инженер Инженер Инженерное строение Как инженерное строение Она придет Кому Тот кто и строил Самоправление Самоправление Никаким актом Никому Эти дороги Эти строения Не передавали Вот Из этого Вот смотрите Как по водоканалу Это изменение Одного положения Одной статьи Скорее всего Которые Определяют Юридическую Зону Ответственности То же Что сейчас по городу Идет волна О том Что Выстройка Колодцев Для счетчиков И так далее Которые там стоят По 5, по 6, по 10 тысяч Как в каком случае Узлы Да А почему Ну раз это необходимо Для того Чтобы Предоставлять услугу Значит Это должно быть В тарифе Да Ну вот Мы все платим Какой-то тариф И в нем Должно быть все Чтобы я открыл кран В принципе Ну не кран Кран дома Скажем так Да Общий И мы получали воду А тут всякие Запятые 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 Также по дорогам Это одно решение Мы как дума Как собственник Как тот Кто строил эти дороги Мы их признаем Своими Все Дальше мы идем По какой-то программе Ищем евросоюзные деньги Или другие Как-то концептуально И красиво Все восстановить И здесь Нет места Отговорки Это там Ча, земля Там и так далее Здесь ну Широ нужно думать И просто Приведись в порядок Ну а это как раз так Я бы сказал Либо Вига должна быть зеленой Либо Вига должна быть Для Вижан Знаете Вот эту позицию Я уже слышал Новый состав Думы То же самое Ссылается Это земля Это сложный вопрос Нам не позволят Ребята Да вы поучитесь Немножко Где-нибудь Потом начинайте Это говорить Потому что на самом деле Ведь это же не вопрос Бюджета Если вы признаете Что эти дороги Ваши Значит вам нужны Будут деньги На поддержание Этих дорог в порядке И никто Я думаю Из Вижан Твезбомысливщих Не будет возражать Если такого рода Отчисления Будут собираться Давайте сделаем Радио вопрос Слушайте Кто-то просит Да у нас Очень мало времени Много звонков Здравствуйте Пожалуйста Добрый день У меня два маленьких вопроса Первый Когда будет организован Новый конкурс По обслуживанию Систем отопления Нас Вот Как жильцы Звонили Этот Силтум сервис Достал всех Там нет Квалификации Специалистов И второй вопрос Вот касается Как раз Выступлений По дорогам У нас Три хозяина На землю Которые Под нашим домом И У них Сервитута нет Заасфальтировать Дорогу Никто не может У нас Транзитная Дорога Мимо дома Ни Сколько мы Не обращались Ни в Рижскую Думу Ни Парвалднексу Ни к хозяину Земли Никто не хочет Этого делать Что делать Спасибо Спасибо Ну с дорогами Печальника Сразу скажу Я даже не буду Дальше комментировать Мы только что Все это описали Относительно Силтум сервиса Ну я могу вам сказать Так У вас есть Право выбора Иметь на обслуживании Силтум сервис Или сегодня Предлагает Ту же самую услугу Вига Силтумс Просто должны Обратиться В Управляющую Компанию И заключить С управляющей Компанией Трехсторонний Договор Что мы не хотим Этого Хотим того Сергей Юридически Не получится Нужно Юридически Перенять Дом На управление И тогда Можно До Перенятия Дома Нельзя Это как В законе В статье Это считается Как необходимая Услуга Которая 408 Идет Перенять Дом И тогда Можно Тогда вы Можете Выбирать Поставщика Данные Услуги Не меняя Даже Становой Управляющей Компания Отвечая На вопрос Насколько Долго Если память Мне не изменяет Это было 5 лет 3 уже прошло Ну там Можно Покопаться В архивы ИУБ И там Поднять Всю историю Когда Насколько И так далее Здравствуйте Пожалуйста Если очень Можно Быстро По поводу Мусоропроводов Мне кажется Это очень важная Проблема Надо устроить Потому что Люди Видимо Реально Не представляют Что это такое Во-первых Нет места Для контейнеров Если они Собираются Где-то Площадки В Германии Там отдельная Площадка Которая Удобная Подъезд Которая Отделена От дома И так далее Второе Там совершенно Другого типа Контейнеры Которые закрыты Герметичные Никакие там Ни птицы Ни крысы Проникнуть Не могут Под чипами И так далее Не говоря о том Что там Четыре типа Контейнеров Совершенно Нереальная Какая-то Абсурдная Ситуация Что они Хотят Чтобы Возле дома Там стояли Открытые контейнеры Как сейчас Собственно И происходит Часами Там все Растаски Птицы Ну именно Это поддерживается Сейчас Министерством Окружающей Среды И Рижской Думы Именно Это Понимаете Тут вопрос Такой Я специально Обратился К своим Адвокатам С тем Чтобы Они мне Прокомментировали Можно ли Каким-то Решением Собственников В квартире Или еще Чем-то Блокировать То Те правила Обязательно Рижской Думы Которые Касаются Заваривания Думы Мусоропровода Нельзя Никак То есть Если я Вот пойду На поводу Собственников В квартире Не заварю То наша Организация Будет ждать Очень большой Штраф В то же Время Если Собственники Станут Грудью Выйдут С плакатами И не дадут Заваривать Они тоже Попадут Под штраф Никак Это Мусор И с этого Все полетело А дальше Все кто готов Был молиться Ну господина Пуца Они проголосовали С таким вот образом Это сегодня Я считаю Что это вообще Ничего Кроме как издевательства Я больше никак По другому Не могу сказать Это просто издевательство Действительно Это нереально Совершенно Совершенно нереально Нет Оно реально Уже варит По всему городу варит Варит И будет стоять И более того Я с вами соглашусь Еще эти мусоропроводы Которые взяваны И стоят на улице Их еще будут поджигать Еще подождите Все еще пойдет Вперед Так что И получается Что бедные старики Которые Ну вот Не могут Дотащить мусор Ну будут в окошко кидать Ну было уже это Ну будут в окошко кидать И сортированные И несортированные Будем радоваться все Может быть Уже наверное Последний вопрос Успеем принять Здравствуйте Здравствуйте Ну вот Господин Сидорко Ваша куча Мелочь По сравнению с тем Что наш контейнер С пластмассой Пэт бутылками Заполняется За два дня У нас есть Министерство Окружающей среды У нас есть Партия зеленых Неужели нельзя Закупать Это самое Бутылки Как в Литве Приходишь Банком Купить Это оборудование Почему не чешутся Совершенно Что нужно делать Бастовать Куда писать Какие подписи Что нужно делать Чтобы шевелить Этих правящих Наконец Ну я немножко Не понял Идею Вы хотите Платить Больше Исходно За то Чтобы потом Сдавать И получать Меньше денег Назад Но это Ваше право На самом деле Насколько я Не углублялся В проблемы Насколько я Почитал Время уже Автоматов И возвратной Тары Закончилось Там Согласно Ближайших Директив Которые вступят В Евросоюз И уже Это время Прошло И там Другие Способы Утилизации Этого Продукта Предусматриваются Так что В данном случае Я не знаю Как Понимаете Мы все время Говорим Вот Возмущаемся В воздух Я еще раз Повторю То О чем Неоднократно Говорили Слушать тех У кого Есть Сила У кого Есть сила На сегодняшний день У партии Есть сила Сегодня Есть у профсоюзов Определенная сила Есть у ряда Общественных Организаций Там Посмотрите Есть организации Весьма Экзотические Но они Такой шум Подымают Чтобы После этого Чуть ли не правительство Падает У собственников Квартиры У собственников Жилья У жителей Виги Нет своей Общественной Организации И что А кто Нас слушать Будет Ну хорошо Поодиночке Мы очень умные Вещи Говорим Нужно Создавать Общественную Организацию Которая Будет Формулировать Требования Вычленять Наиболее Важные Для всех И ставить Перед властью Уже В вопросе В виде Организованной Силы Тогда Будет Совершенно Другой Разговор Ну что же Да Бривус 399 Бригада В пути Будьте Добры Слушательница Позвоните Мне на Личный Телефон 29 75 76 63 Если у вас До конца Сегодняшнего Рабочего дня Все же Есть еще Проблемы Сотоприняем Спасибо Большое Сергей Сидор Кайвер Гонтер Были Сегодня В студии Добро Пожаловаться Было Несколько Вопросов Вот Пришло Раз Их осветим Спасибо До свидания До свидания На одной волне С городом Радио Болтком